Я считаю, что все надо подписывать с Россией, потому что нам нужно с ней вести все-таки совместную деятельность. Ну, это как возвращаться к парню, который тебя бил, ни гордость, ни самоуважение. Сесть на газовую иглу с Россией – это наименьшее, чего бы хотелось каждому вменяемому украинцу, поэтому, конечно, этим обеспокоен. Мы же сами оба понимаем, наверное, что нету сегодня альтернативных источников, потому что мы в любом случае берем газ из той трубы, которая идет из России. Для того, чтобы получить альтернативу, нужно построить терминал по приемке сжиженного газа где-то в районе порта Южный, который строят уже лет 10. Правильно? Правильно. Поэтому сегодня мы в любом случае вынуждены искать компромисс и договариваться. Третьего недомога. Жить в дружбе и согласии. Де має купувати чи выдобувати украина газ? Має купувати російський? Ну, если это вигодно, то, пожалуйста, конечно, я не против. Если это газ, который выдобути в Россию и напрямую идет в Украину, это одна история. Если это російський газ, как товар, который мы можем купить на любом хабе, и он уже не имеет політичного склада, или паспорта, походжения, поэтому это совсем инше питание. Если это російський газ, прокачанный в Европу, мы купим его реверсом, как просто товар, то мы контрактовали, нам поставили, выдвантажили ковбасу, финики, бананы и все інше. Тут нема ніякого політичного склада, у нас влаштовує ціна, ми купили, нам відвантажили, ми палимо, використовуємо промисловиці. Тоді я за будь-який газ, будь-якого походжений. Мені здається, давно треба з ними якісь зв'язки розривати, тому що вони просто на нас наживаються. Сторбовані, певно, що стурбовані. Ну, нема чого зв'язуватися, треба шукати якісь інші, напевно, варіанти, бо Росія як обманювала, так і буде.